21 октября день герба и флага Тверской области. В праздничный день в здании областного правительства состоялось награждение жителей Верхневолжья, которые добились высоких результатов на профессиональном поприще и отличились общественными заслугами. Продолжит тему Наталья Чекет. В своем современном виде геральдические символы Верхневолжья были утверждены в 1996 году. За образец герба региона был взят старый герб Твери, придуманный императрицей Екатериной II в 1780 году. На флаге Тверской области изображен княжеский трон и шапка Мономаха на зеленой подушке. На гербе также присутствуют коронационные регалии. В праздничный день среди награждаемых были работники производств, представители сферы здравоохранения и культуры, общественные деятели и волонтеры. В этом году особо отметились добровольцы, которые участвовали в акции взаимопомощи «Мы вместе». Символично, что некоторые наши награды дождались с сегодняшнего дня, дня нашей символики, нашей области. Потому что для нашего региона эта акция была показательной, что мы можем объединяться, мы можем вместе решать такие серьезные вызовы. Государственную награду получила Корене Конюхова, главный врач центра Аваева. Под ее началом трудится 278 человек. Коренея Александровна постоянно совершенствует работу учреждения, внедряет в практику новейшие подходы в лечении заболеваний. Но все-таки уверена, что полученная награда – заслуга всего коллектива. Это награда коллектива, безусловно, коллектива центра Аваева. Замечательное учреждение, замечательного коллектива, который, в общем, за последние годы создал уникальное учреждение. Отметили не только отдельных представителей организаций или общественных деятелей, но и целый производственный коллектив. Так работники «Зао Хлеб» получили знак губернатора Тверской области во благо земли Тверской. Я хочу сказать, что действительно коллектив достойный от награды. Именно коллектив. Говорим, пандемия, но они дненно и ночно работают. Я же не спрашиваю, в каких условиях. Мы создаем все условия, но народ знает, что хлеб всегда будет. В торжественной обстановке в этот день вручались не только награды, но и первые паспорта юным жителям Тверской области. Для каждого из них это волнительный момент в жизни. Очень волнуюсь. Это очень важная дата для меня и вообще для всех моих родных, моих родителей. И вообще очень волнительно. По словам главы региона, герб и флаг отражают культурные ценности, традиции и напоминают жителям о той роли, которую сыграла Верхневолжья в становлении и развитии страны. Игорь Руденни считает, что каждый из награжденных в день герба и флага Тверской области посвятил свою жизнь развитию родины. Именно на таких примерах должно воспитываться подрастающее поколение. Сегодня эта дата, день герба и флага, напоминает нам, что мы все живем и трудимся на удивительной земле. На земле с очень глубокой, большой, огромной историей, с огромными традициями и с, наверное, одними из самых трудолюбивых людей. В завершении торжественной церемонии все награжденные сфотографировались. А губернатор Тверской области пожелал им и дальше продолжать работать на благо региона.